в 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 с в в и так далее. Вот это вот как сделать археологический трет, который может работать с археологом. И получается, что вот так вот и идет, и идет, и идет, и идет такое наслоение, и мы сейчас с вами подумаем что-то поднимем. Вот это вот, чтобы люди не подпишутся. Как кот, классный. Сначала раскопались актеры. Верно? Разворачивается, я не узнаю машину, я не волнуйся. Да нет, как он. Да, конечно, я тут у меня. Хорошо. Можете или нет? Нет, это нельзя. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. О том, как поступили пересемляне в Солуе. И вы посмотрите налево, вы видите долину, это Ярганская долина, с которой мы слева направо, северно их с вами ехали. И сразу же за ней город Даля Аксиев. Приветствуем. Приветствуем. Ярганская долина, северная долина, северная долина, северная долина. Ярганская долина, северная долина, северная долина. Ярганская долина, северная долина, северная долина, северная долина, северная долина. Ярганская долина, северная долина, северная долина, северная долина, северная долина. Ярганская долина, северная долина, северная долина, северная долина, северная долина. Ярганская долина, северная долина, северная долина, северная долина, северная долина, северная долина. Ярганская долина, северная долина, северная долина, северная долина, северная долина, северная долина. Тоже мы молились еще потом вечером. Я говорю, что я не в чай, а сролы садил. Еще одна пасть. Просто там книги царств, нет, бытие, бытие. Яков сказал, очиститесь, снимите. Вот он закопал серьги языческие. Вот я хочу спросить насчет этого. А мы-то ведь сейчас тоже серьги носим. Я языческие, что ли? А? Ой, какие носите-то. Ну, которые нам мужья подарили. Ну, это здорово. Ну, он так решил, что с яглочище с него ничего не связано. Видимо, эти серьги были. Показатели распутствуют. Еще каких-то идолов забрагали. Я же не думал, что у вас серьги идолов и забрагали. Нет. Вроде бы. Да, зашел, ничего нету. Дорогу много. Многие, сцепляю. Да, много. Ну, Нилучка, она тоже мне говорит, что ты что это делаешь? И кольцо носишь, и серьги носишь. Нет. Я знаю, люди не мешают, я не до внимания обращаю. А мы, кажется, мужем венчаним на небесах. Нет. 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 Ну, это крайне систи. Правильно систи. Тут прочитают. У нас тоже в этой стране, но она поддерживает всякие цифры. Вот. Ты на тассе и ехать? Нет. 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 Кому что откроется, понимаете? Вообще, я вот смотрю, у меня здесь два два вопроса. Первый вопрос, почему те, которые снимают серьги, не слышат Бога? Нет. 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 Как ответить на его критерий вопрос? Все-таки главный критерий, наверное, Бог, а не то, что придумал людьми. Тем более, что то, что мы читаем здесь, мы читаем здесь, это редкий завет, он силы не имеет запомнить. Мы не живем по закону Бога. Если вы хотите жить по закону, переходите в идаизм. Нет. Не верю. Ну, только что так сказать. Ходите, идите в закон, и в иудаизм, будьте с евреями. Вот в чем суть-то? Никогда церковь с иудаизмом не соединялась. Она наоборот слышна. Конечно. Зачем надо возвращаться в иудаизм? Поймите, это то, что делал Яков, там, даны законы, там, и так далее. Потому что даже там есть, в старозаконе, там, насильную стулью женскую дежу, мерзость. Мерзость. Я говорю, как звучит так, разбегают. Ну ведь это в законах. Там тут же написано, мерзость едите, есть сало. Чего ж вы сало тогда едите? Свинины. Выполнять уж все тогда. Мерзость там. И тут же в следующей горе, надо разводиться. Давайте разводитесь тогда. Понимаете? То есть, ну как-то интересно. Один закон мы возьмем, да? Вот это мы читаем, это мы принимаем. А вот это мы не читаем, но это не принимаем. Иудеи принимали весь закон. 613 поведение. И уж потом еще дописали, сколько всего. И решили по этому, по всем поведениям, надо поднять себя, и повеление надо. Все, когда вы, когда вы иудеи будете. А если вы христиане, то вы что-то не туда смотрите. На плоти вообще не надо смотреть. Вся беда в том, что, знаете, когда вам придется скоро бежать, прятаться, я не думаю, что вы будете раздумать. А в сережках я сейчас как-то нормальное выгляжу, да? Вот, когда я бегу за. Вот, вообще, нормально, да? Вот сейчас я оделась очень хорошо, да? Никого не смущает, когда я бегу в горы. Глупость это все. Я считаю, абсолютно не шагу. Почему? Потому что главный критерий, это, конечно, Бог. И я сколько видел людей, которые не носят сережки, не носят брюх, они такие злые, противные. Я видел, сколько хороших людей, которые у нас в сережке носят брюхи, и очень приятных из них. Поэтому я вот своим глазам, как говорится, больше доверяю, чем я доверяю тому, кем бреднем, который кто-то придумал. А почему это придумано? Потому что эта проблема была не сейчас. Эта проблема появилась, читайте внимательно, еще и в Первой Церкви. проникали люди, которые пытались нести Ветхий Завет. Особенно из евреев, хорисеев, бывших и так далее. Чем бывших? Бывших, наверное, нет хорисеев. И вот они пытались проникнуть в церковь и внести постоянно вот это все. Не апостолам, а Первой Церкви всегда, ну, пришлось, как бы в этом воевать, воевать. Но они держались, они держались до четвертого века. После четвертого века все. Вообще церкви не было практически. Все было разрушено. Заменили. Все заменились с фатуэтками, иконами, инквизицией в дальнейшем. То есть, все это было заменено. И в итоге это более-менее что-то появляется в конце 17 века. И далее, то есть, 17, 18, 19 века, которые Слово Боже начинает читать. Ну, конечно, и 20 век. Начинается он с Встречения Духа в святыми на иных языках. И вот с этого периода будет сто с лишним лет пробуждение, как сказать, помазание. Щель Досом Святым сегодня идет по фейдингу. Так что, я не знаю, конечно, много всего. Пытаться взять Ветхий Завет и жить в Того Ветхого Завета, то надо уйти, если надо уходить. Мне в Ветхого Завета вполне поправится. А в Новом Завете там уже написано, что пусть жена не украшает себя заниматься добрыми делами. То есть, там не написано, что в украшении ты идешь. А оно написано, чтобы жена занималась добрыми делами, а не украшениями. Пусть украшает себя лучше добротой всем поклоняется к нему золоту. Но там не было написано, что это идолы. Вообще, сами идолы сегодня надо четко знать, что такое идол. Что такое идол? Идол, за которым они поклоняются. Я так понимаю. Идол это тот, кому поклоняется. И допустим, кого брать получит? Сестру, которая носит сережки, но им не поклоняется, выбросила на дело другие. Или взять, допустим, какую-то сестру, которая вот нашла себе мужчину какого-то. Я даже не назову проповедником, или пророком, или каким-то. И вот он для нее видал. То, что он и скажет, вот она беспрекословно принимает. Не рассматривает в Писании, не рассматривает все. Да кто идол-то? Где идол-то тогда? Идол-то в этой сережке, которую он уже выбросил и даже забыла про него. Или идол тот, без которого она уже ничего не может сделать. И она ему поклоняется. Безропотно. Даже не задумываясь. А с Богом он? Не с Богом он. Да какая разница. Раз он пишет, что он с Богом. А кто доказал, что он с Богом? Ну, кто? Докажите. К этому надо задумываться о биггалах, а не обо всем этом. А внешне, ну, судя по-другому, мы должны просто понимать, что если мы христиане, мы не несем в этот мир зло, одежде надо быть скромнее. Слово Боже говорит, имея одежду и пропитание, мы довольны. Не богатая одежда, не будет, но суд тоже имел одежду, после у меня одежды. Лидия была богатая. Собственно, одевалась не просто. Крайности. Та же вот Соня, Головин, приехали, барванцы, приехали. Симпатично одеты, культурно, приятно. Вот разобрались теперь. И все, все проблемы. Да, и все, чтобы это не так близки к Богу, как бы, и вот, и прически насмотрели, однозначно, чем по-собому. Главное, если, я говорю, по телевизору выступать, я говорю, Света, он, говорю, мужчина выступает, она говорит, это женщина, я говорю, это мужчина. Я говорю, не отличить. Если не отличить, а значит, мужчина. Что за безобразие-то? Поэтому, а так, конечно, много по поводу этого ломается копий, так сказать, пытаются много доказать. Я всегда говорю, все находится в рамках констат. Он сам решит. Если кому-то что-то не нужно, Бог уберет, отберет, не переживайте. Если это не мешает, не мешает, подростки, почему они в какой-то период своей юности начинают одеваться вызывающие, там, в год и там, эмо, там, или еще что-то, в панках, и потом проходит этот период, правильно? А почему проходит этот период? Все бы ему не остаться панком до конца, а там, или годом, так далее. Почему бы? Потому что он вырастает у него другие ценности. Поэтому у того вершин, у которого сегодня, мы понимаете, мы ставим вот такие критерии, да, мы ставим такие критерии, да, вот сейчас вас люди послушают, да, допустим, Сережки, нельзя, это нельзя, да никто не придет в церковь, вы поймите это, вы поймите, никто не придет в церковь, никогда к нам. Мы говорим, приходите к Господу, да не придут они, потому что мы законники, мы с вами не в благодати находимся, мы их замучаем, они не захотят с нами быть, вы поймите это, они, зачем мы это делаем-то, мы закрываем людям доступ к Господу, и после этого на небо собрались что ли, да не пустят вас на небо, если мы так поступим с вами. Вот мне вчера рассказала, сегодня рассказала жена, у нее подруги Полина, Полина так знаете, у Полины муж упал, сломал ногу, подскользнул, упал, сломал ногу, и вот он лежит на льду, никто вызвал скорую по телефону, ну когда еще скоро приедет, и вот он лежит на льду, никто к нему даже не подходит, никто не помогает, вам жить подошли, ящики тащили, картонные, там, это все, постелили, и так далее, да кто ближе-то, извините меня, кто ближе-то, вот вы понимаете, мы сегодня рассматриваем вот эти все вопросы, говорим там, вот это и так далее, да если, мы сейчас ведем в церкви все эти моменты, да никто никогда не придет к нам, никогда никто не приступит к порог нашему собранию, и мы вымрем, как вот сейчас вымирают в этой церкви, баптисты уже вымерли в Англии, они вымрут и здесь скоро, невозможно, потому что туда ходить невозможно, потому что они следят не за тем, кто как духовно растет, а кто в чем пришел, кто чего делал, кто чего не делал, и так далее, и так далее, и так далее, они вымерли в Англии, вымрут и здесь, и он к ним никогда не придет, и вот в этом-то отношении мы должны понимать, что вот эта ситуация, но опять есть другая крайность, есть другая крайность, когда, извините меня, харизматические церкви набирают людей, которые, по сути, беснуются, пляж, там, крыльчав, вопят, не обузданно, никакой скромности, полная наглость, хамст, это, конечно, недопустимо, разнузнанность, недопустимо, должен быть кроткий, молчаливый нрав, вот, если у тебя есть кроткий, молчаливый нрав, как написано в слабору, такая должна быть жена, вот, придите в магазин одежды, и спросите, у продавца, скажите, мне, для кротости, и молчаливого нрава, вам подберут одежду, а если вы придете, скажите, мне для наглости, я орать люблю, я этот, вот такой мне одежда, вам другой принцип, ну давайте эксперимент проведем, уходим в какой-нибудь магазин, бутик, ну не бутик, просто одежда, и скажем, молчаливая женщина, там, скромная, подберите одежду, подберут одну одежду, оренгар, вот эта наглая хамка, лезет везде, подберите одежду, подберут, и эту одежду, и работа разная, вот и здесь ответ, поэтому, это уже зависит от внутреннего состояния, то есть внутреннее состояние, оно будет воздействовать и на внешнее, то есть то, что внутри, оно и будет, и так далее, а так, ну что теперь, ну, меняются времена, мода меняется, я ехал он на домашнюю, на бумаж, на особо себе на 19, а он как бы по центру проходит, и там на бумаж, ходит на водку скажется, и вот, что удивительно, я говорю, холодно было, ну, я сел там поближе к печке, к водителю, и, ну, видите, когда так вот, салон, с лицом, и, значит, где-то через остановки 3, глава мужчин нет, мужчин нет, я не знаю, почему мужчин нет, одни женщины, и практически все, как на попор, в одинаковых норковых шубах, темно-коричневых, у кого подлиннее того, как покороче, ну, вот одинаково все, и я говорю, я как в какой-то звероферме ехал, доставка животных, ну, я один, значит, кругом одни шкуры, такие, шкуры сплошные, но, наверное, ведь они покупали это не потому, что нравилось, потому что вот тут другое есть, понимаете, то есть они это брали не для того, что удобно носить, а вот она одна взяла в кредит, я тоже возьму в кредит, пусть у меня тоже денег нет, но в кредит возьму там, и буду в шубе такой же ходить, понимаете, ведь, вот в чем беда-то, ну, вот ездили в Казань, там люди вообще бедно одеваются, вообще вот, в автобус зайдешь, там очень бедно люди одеты, очень бедно одеты, очень бедно одеты, скромно, у нас право, ну вот, на, покажем тебе, что мы всех норок убили в России, там, сюда все поставили, и так далее, понимаете, то есть, вот это показатель, вот это показатель, и потом, когда нам говорят, вы христиане, вы против, что ли одежды, зачем здесь одежда, вы понимаете, мы, в первую очередь, против, вот такого, отношения, когда люди поклоняются, чего-то, когда вот это берут, они не по причине необходимости, а по причине, у кого-то есть зависть, то есть, двигала, не рациональность, и не скромность, а зависть двигала, что это не так, что ли, вот и все, то есть, давайте посмотрим, что стало первоисточником, зависти, а если это зависть, а слов Божие, нам говорит, что не пожелай ничего, что-то другого, уже нарушение направлений, в этом-то отношении, мы и тоже должны понимать, что мы не должны попадать, вот на эту дочку, ибо вся вот эта мода, трактуется, мне кажется, из преисподней, дьявол, как раз вот это использует, чтобы, ну, заставлять людей поклоняться, этому всему, поклоняться, поклоняться, и поклоняться, хотя это не значит, я говорю, что, все должны быть, ну, наряд слева там, где-то там, безобразно, нет, мне про одного, брат рассказал, он такой духовный, он такой духовный, я говорю, а в чем духовность, ну, просто так, как это все, а он уходит, в грязной футболке, я говорю, и в чем здесь духовность, ну, как, духовность, что, что, видите, даже не, не покупает, там, там, лишнее, да, что-то, значит, в грязной футболке, хотя бы, это показатель его нечистоплотности, то, что он не следит даже за собой, или даже показатель того, что, или он нежелательно похожа на, вот и все, моя жена выпустит меня грязным, извините, меня драным, это позор есть, так, 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 что в этом отношении, это не показатель духовности, а приписывает показатель духовности, что эти крайности, они существуют, их очень много, если мы сегодня ударимся в эти крайности, из-за того, ну, все наоборот встать, никого не увидим, с вами, никто никогда не увидит, с вами. Хорошо, хорошо, что мы затем заправдим. Потому что у нас, у нас, понимаете, причем, я всегда говорю, вот, вот это надо, вот это надо, я всегда спрашиваю, а вы как к этому дошли-то? Вот как вы к этому дошли? Читали Библию, молились, Бог вам это открыл, и ответил. Нам сказала вот это, нам сказал вот тот, нам сказала соседка, нам сказала это. Для вас критерий, это кто соседка, что ли? Я не понимаю. Для вас критерий соседка, ну, нормально. То есть, соседка управляет вашим духовным состоянием, маразм, вообще ненормально. Как соседка может мной управлять? Мало ли, тут что мне скажут, завтра сосед придет, скажет, не ходи в этом. И сосед придет, скажет, кольцо с ними. Ну, что ли, он скажет, нельзя, мы на небе венчаны. Что я буду слушать, что я буду ее слушать? И вам не советую соседей слушать. Бога лучше слушать. Он ваш друг. А так, я говорю, вот у нас весь принцип слушаем мы не Бога. Мы слушаем обязательно соседей. Слушаем еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то. Но не Бога. Если человек до чего-то дошел, ну, я понимаю, он молился, он духовно здравый, он не новое обращение. Ему Бог что-то показал, Бог что-то открыл, он до этого дошел. Уважаю. Понимаю. То есть, человек читал Библию, ну, так вот открывается. И когда же Павел пишет, он говорит, если кто ест, допустим, свинину, пусть ест. Для Господа. А если кто не ест, ну, пусть не ест. Это не главное. То есть, что Павел пишет, он говорит, какая разница, ест он или не ест, ну, и о чем? Ну, пусть один ест, а пусть один не ест. Ну, один до этого дошел, другой до этого дошел. Бог один. И он их ведет. Не вмешиваетесь. Поэтому, одна носит сережки, другая не носит сережки. Зачем вмешиваетесь? У этого одно, у этого другого. Никаких проблем. А вся беда состоит лишь только, знаете, в чем? В том, что если человек начинает вот это делать, он может делать это из-за, я понимаю, из-за чего, вот религия, она в чем себя запугивала? Вот если ты так не сделаешь, в аду гореть, поймите, если пришли к Господу, уже ада для вас нет. Уже ада нет. Все. Не то вас в ад не отправляют. Вырождены свыше, не для ада. А если столько ошибок, ну что теперь? Мы читаем, Петр лицемерил, были конфликты, ругались и так далее. Может быть, это были бы лишь проблемы-то. Ну ничего ведь. Не просто пришли в небо, еще заняли определенное место, а мы что-то переживаем. Я говорю, вот мы же, мы посчитали, по сути своей, сегодня, в нашей стране, если вот так, нормальных, здравых верующих взять, это 70 тысяч, на всю страну. Хотя нам заявляют, что миллион с лишним. А мы посчитали, 70 тысяч здравых христиан. Я думаю, на что мы ориентироваться-то должны? Мы должны ориентироваться, что огромная страна неспасенных людей. И мы должны их привезти к Господу. Мы их должны привезти к Господу, а не привезти их в магазин одежды или в ломбар. Мы куда их ведем? В магазин одежды? Сактон. Открылся у нас. Сток. Сактон. По 100 рублей все. Мы все, кто к нам уходит, можем через магазин сток пройти. Сактона. Если кто пришел к нам не оттуда, мы и таких видеть не хотим. Вот туда все. Сактон. Магазин 100. За 100 рублей все покупают. Или же мы в ломбард всех отправим. Идите, сдавайте все сережки, все кольца и так далее. Тогда мы вас видеть. Ну, давайте так попробуем. Тоже вымрем, как бакисты. Сактон. Так что мы приемы по ней мы имеем. Ну, не знаю. Тоже отцы идет, думаю. Слышится. Тоже отцы идет. А, мы включили, что нужно. Должны были. А ты должна как-то по-другому сидеть. Если трансляция, значит, я по-другому сижу. Так что не переживайте, еще времена, когда... Нет, это хорошо, что мы на это утромили, потому что вроде бы понимаешь, что как-то ты свободна всего от этого. А с другой стороны, вот эта религиозность, да, начинает путать. А вот эта религиозность, законничество вот этого начинает путать. И действительно новый взгляд, это хождение, поверение. Я еще раз говорю. Если кто-то, как слово Божий говорит, дошел и не носит сережек, ну пусть она не носит. Если она не носит, мне не вправе все ждать. Ну, будет она на небе. Будет на ней. Поверить она будет. Не из-за того, сняла она кольцо, не сняла она кольцо. Она будет на небе поверить существо. Поэтому не вправе ее осудить и сказать, что одеватель собрать. Ну, вот дошла она до этого, что не надо иметь. Ну, вот она так и обещала на небе. То есть пусть остается. Для нас она не критерий. Вот так я говорю. Я говорю, чтобы мы в этом законнике и законничестве. Потому что они как бы придут и скажут, вот мы так делаем, почему вы так не делаете? Вы же христиане, вы тоже должны так делать. Да не собираюсь я так делал, как и не делаю. У меня есть Господь. Вот он мне должен это сказать, а не она. Да, бывает, Господь через людей говорит. Это я допускаю в том, где. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что есть как бы критерии тоже в Господа. Если я с ним общаюсь лично, да, он постоянно что-то говорит. Зачем он мне подсылает кого-то? То есть вот я с ним постоянно общаюсь, да? Вот вы с ним постоянно общаетесь. О, он с вами постоянно говорит. И вдруг он кого-то подсылает, чтобы вам он сказал, да, его же слова. Значит, или вы не с Богом общаетесь, или тот человек не от Бога пришел. Да. Правильно? Рома так написал. Ну так ведь? То есть, ну не может быть, что если вы постоянно общаетесь с Богом, и вдруг мы не прерывали общение, и вдруг приходит и говорит, Бог мне говорит сказать тебе вот это. Так я не прерывал с ним общение. Почему он ко мне подсылает кого-то, если мы с ним в общении находимся? Причем в нормальном общении. Он и обличает. Ребя, конечно, принимал только хорошее. Ну, это он где-то обличает, где-то воздумляет. Где-то мы задумываемся, получаем ответы. И вдруг кого-то он посылает. Как разве возможно? Я думаю, наверное. Скорее всего, если я не буду с ним общаться, он кого-то пошлет. Это да. Но если я с ним общаюсь, зачем-то это кого-то беспокоить. Посылать, если я и так послушан и слушаюсь. И не подчиняюсь его бодрому. Ну что, дорогие друзья, извините за задержку. У нас просто не все еще подъехали. Но мы с радостью приглашаем вас сегодня в домашнее общение. Ведь мы уже начали обсуждать очень некоторые такие темы. Ну, хотя вы знаете, эти темы старые, давно они уже существуют. То есть, нового ничего не появилось. Я как пришел к Господу, эти темы всегда не поднимались. Я уже скоро уйду в небо, темы все еще будут обсуждаться. Я так понимаю, я решил, Господа не обсуждались, не решились. Я уйду в небо, они также останутся для обсуждения. То есть, ну, глобально все до сих пор нереально не разрешено. Поэтому, скорее всего, оставим эти темы. Я их в свое время как-то оставил, но я смотрю, они как-то периодически вновь появляются. И вопрос только к чему. Вопрос, к чему появляются эти темы. Вроде бы они не должны появляться. Просто для многих христиан, наверное, все равно личное хождение в Господе важно. И это каждый ценит. И каждый не желает чем-то оскорбить Господа или унизить Его, что мы поклоняемся каким-то идолам или еще кто-то. Поэтому, скорее всего, из-за этих вопросов это и появляется. Ну, а сегодня у нас с вами 1-го послания Петра 4-я глава. Но вначале мы поможем. Благодарим Тебя, Господь, за все Твои милости к нам. Пусть будет помощь и поддержка, охрана и защита для нашей жизни. Храни нас от всякого зла. И вот это домашнее общение дай нам помощи, поддержки, охраны и защиты от нечистых духов и мудрости нам, как поступать правильно. Ибо мы, Господь, всегда ищем волю Твою, ищем Слово Твое. Благослови нас, Господи, в этом поддержи. А также, Господь, храни нас от всякого зла, чтобы Дух Твой Святой давал нам провещевание, чтобы мы понимали волю Твою совершенную. Храни нас, Господи, от уже учений, от обманщиков, чтобы мы не поддавались на это, не на все. А доверяли Тебе, Твоему Слову, доверяли Духу Святому, ведь мы в сердце-то знаем, правда, оно в нашем сердце сегодня, это состояние духовное общение с Тобой. Благослови нас во всем, храни нас и поддержи, пусть благость и милость будут со всеми нами. И кто с нами вместе, пусть вас также Бог благословит. Благодарим Тебя за все, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас на искушение, но избавь нас от лукавого, и на Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Да, вот вчера так же прозвучала проповедь о Масленице, ибо началась эта неделя Масленица, и в общем-то люди уже начинают наклоняться дьяволу. Вот вчера была проповедь, очень интересная проповедь вечером. Я бы даже сказал, важная. Почему? Потому что то, что говорилось вчера на сайте 72000 и Justin TV, в общем-то это важно знать, это нужно понимать всем верующим людям и остальным людям. Потому что эта проповедь была в двух направлениях, она была как к верующим, так и к неверующим людям. То есть ко всем людям. По сути своей. И конечно, я надеюсь, если кому это интересно, можете еще ее повторить и посмотреть. У нас сейчас размещена даже в нашем городском форуме. Правда я не читал, что там пишут по обсуждению этой проповеди. Но надеюсь, ругать не буду. Хотя объяснить многим людям, что такое Масленица, надо обязательно. Если кто понял, по сути, теперь у многих стоит вопрос, как не участвовать. То есть такие участки. Поэтому самое правильное, не объяснять никому ничего говорить. Не хочу. Когда вам говорят, принимаю участие Масленица, надо говорить. Нет, не хочу. И не надо объяснять. Потому что если вы сейчас дадитесь подробностей, начнете объяснять, кому вы объясняете, кому человеку, чей разум пропит, прокурен, разъеден сплетнями, гадостями, похотями, развратом. Вот в этот мозг вы пытаетесь вложить непоклонение идолам. Когда в этом мозгу одно только. Какого еще нового идола себе найти? Ведь все, и вино, и курение, и сквернословие, и различного рода зависти. Это все идолы же, по сути, по своей. Желание, денег, все же это идолы. Конечно же, надо это понимать, задуматься и лучше молиться за людей. Если у них сегодня есть разумление, хотя бы страхом уже, Слово Боже говорит, страхом спасать. Может быть, кто-то от страха уже просто задумается, скажет, а зачем же я действительно себя-то гублю? Себя, зачем я дьявола приглашу в свою жизнь? Даже посмотрите, про образ я вчера обратил внимание. Вот смотрите, в храме стояли хлеба. Хлеба стояли. И сейчас, когда показываются идеи рекламы машеницы, они не по блинчику показывают, что лежит блинчик там и все, стопки. А вы понимаете, что сотворил дьявол? Вор. Он, по сути, то, что было в храме, приношения хлебные, сейчас дьявол востребовал к себе. И когда сейчас ищут источник, откуда пришла эта машеница, и никто не может найти, как бы, конечную дату, то есть начальную, вернее, дату, откуда, с какого года она началась. И пишут, древность. То есть, значит, она здесь появилась уже в то время, когда у евреев был храм. То есть, они ставили Богу хлеб, но он был какой? Пресный. Пресный. Правильно. Теперь смотрите, что пресный. Они ставили это в храм Богу. Стояло прямо в храме это. Дьявол что востребовал? Тоже, чтобы ему ставили. И тоже? Пресный. Вот понимаете? То есть, если эта стопка, она для кого составлена? И если раньше думалось, что эти блины образ солнца, это бы одно. Но вот эти блины, они изначально поминальные о пище. Поминальные. Поминки. По мертвецам. То есть, это пища для мертвецов. Это вообще жуки. То есть, это блины не пища вкусненькая. Это пища для преисподней, для вот умерших. Вот кто уже ушел в эту землю в ад. Вот для них это все. Это очень жестко. Очень жестко. Потому, когда вы сегодня эти стопки дома поставите, потом говорите, о чем мы дома ругаемся? Что дома конфликты? Что дома пьянство? Что дома? Да потому, что вы свои стопки поставили, а кто пришел покушать? Вы думали, вы покушали что ли? Для кого вы составили эти стопки? Что же вы эту стопку-то не составили в другие дни? Вы именно в эти дни, когда идет поклонение, составили. И в итоге получилось. Сами позвали дьявола и бесов покушать, да? Им поставили это все. А теперь говорите, а что это он? А что это он в нашей семье делает? Сами позвали. Сами теперь отвечайте. Что теперь? А еще кто съел эту пищу? Она же поминальная. Это как? Сейчас представляете себе картину. Вот все, кто печет на масленицу вот эти блины, они поминальные. Люди даже не знают. Вы вот представьте сейчас бы картину. Я бы сходил на кладбище, где там оставляют конфетки на могилках, печенки, там еще что-то. Ну, у нас сейчас так уже более современно оставляют. Вот я бы сейчас пошел, собрал бы там, и вам бы давал и говорил, покушай. Человек бы брал, я бы говорил, с могилки взял. Как думаете? Много бы я нашел желающих покушать это все? Я думаю, нет. Наверное, люди бы сказали, а так постряпали. Поминальная пища, то же самое, что и с могилки. Предназначение одно. И кушают. А потом говорят, что у меня все внутри-то болит? Что у меня все внутри? Так вы взяли то, что поминальное, что связано со смертью. Со смертью. Кладбище вы взяли. Вы, по сути, представляете, что эти блины вы с кладбища притащили? А некоторые скажут, да что вы нас пугаете? Да какая глупость? Что от блина-то будет плохого? Вкусный блин, там все натуральное. Всегда так делали. Посмотрите внимательно, почитайте. Целька всегда была против. И запрещалась. А сейчас почему так соединилось? Это страшно, когда все это переходит уже в эти все дела. Будем надеяться, что вы устоите. И мы тоже. А сейчас прославим Господу, чтобы устоять. Наполнился славой Божьей. Мы поем тебе хвалу, Господь. Мы поем тебе, Господь. Господь. Он велик наш Бог. Прославим. Господь. Мы поем тебе, Господь. Он велик наш Бог. Прославим. Прославим же Его. О, Великий Творец, что я есть пред тобой, что ты помнишь меня, что ты помнишь меня, всякий час, всякий миг ты со мной. О, Великий Творец. Прославим. 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 Первое послание Петра, 4 глава. Прочитаем вначале эту главу. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы, вооружившись той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольны, что вы уже в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотологству, помыслам, пьянству, излишеству пищи и питье, и нелепомные дослужения. Почему они и делятся, что вы уже не участвуетесь, не имея в том же распутствие и изластовят вас? Они дадут ответ имеющего вскоре судить, живите мертвым, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшие суду по человеческой плоти, жили по Богу Духу. Впрочем, близок всему конец. И так, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странно любивы друг к другу безропотом. Служите друг другу каждым тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служит по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому славу и держал во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытаний вам посылаю, не чуждайтесь, как приключение для вас праздного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжесуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженные, ибо духом славы, дух Божий почивает на вас теми, он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не следитесь, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божием. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющейся Евангелию Божией? Если праведник из два спасается, то нечестивый грешник где едется? Итак, страдающие по воле Божией предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Ну, мы видим, что пример страданий, страданий Павел, то есть Петр связывает с примером Христа. Он говорит, что вот сам Христос, он был ведь на земле в плоти, он пострадал плотью. И поэтому мы должны вооружиться вот этой мыслью, понимать, что страдания Христа были связаны именно на земле, именно с плотью. И здесь ничего нет странного, и в нашей жизни, если есть какие-то страдания, мы должны понимать, что вполне это допустимо, ибо плоть наша сегодня земная. Тем более, в настоящее время мир все более и более погрязает во зле. Вот. Но вот такая фраза, ибо страдающий плотью перестает грешить. Значит, чтобы перестать грешить, надо плотью страдать? Нет, скорее всего, здесь как пример, что человек, когда начинает страдать плотью, да, он почему перестает грешить? Потому что он и так уже начинает спрашивать, да, в чем он виноват. То есть он только начинает страдать, он сразу начинает задаваться вопросом, а в чем я виноват? Что не так? Что поступило неверно? Какое там думать о новом грехе? Что надо все привести и так в порядок? И так в порядок. Но Петр говорит, чтобы все остальное во плоти времени жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. То есть многие страдания ведь связаны, по сути, своей земной жизнью. То, что некоторые христиане сегодня для себя избирают какие-то цели, потом они говорят, да, вроде я не избирал ты цель. Ну, по сути, желание, стремление, в общем-то, у многих еще зачастую к земным. Ибо если бы была воля Божьей, да, то мы бы больше, наверное, страдали по воле Божьей. Есть вот у нас пример. Одна семья, значит, миссионеров с Украины, они приехали в Сибирь. И вот попали они в серьезные морозы, ехали вот они из одного места, где они благовествовали. И, в общем-то, муж с женой возвращались. И машина сломалась по дороге. Машина сломалась по дороге. Был сильный мороз, пока они дошли до следующего населенного пункта. Отморозили руки. Из те руки им ампутируют. Ампутируют. И вот их потом спрашивают, вроде, как бы, ну, вот вы пострадали, да. Теперь, наверное, вы уедете от нас. Они говорят, мы уже пострадали, да, мы оставили здесь, да, у нас руки отрезаны. Что они здесь лишились рук. И неужели мы сейчас бросим. Неужели мы вас сейчас бросим и уедем к себе обратно домой. И вот они оставили там дальше проповедовать им. Достаточно успешно потрудиться. Вот. Но далее... Но это воля Божия им служить. И если они пострадали, то воля Божья привела их туда служить. А многие же люди страдают, в большинстве, не по воле Божьей, а по своим желаниям, да. То есть, когда человек желает что-то для себя, стремится к чему-то, там, и так далее. Вот зачастую в этом больше-то страданий. И вот Петр Дарья говорит, третий стих, что в прошедшее время в жизни, да, вы жили по воле. И вот он сравнивает, он говорит, вот есть воля Божья, да, служить Господу, трудиться для Него, и так далее, благорестить. А есть воля языческая, да. Вот посмотрите, какая воля языческая. Предаваться нечистоте. То есть, то, что мы и видим сегодня. Люди, по сути своей, всеядны. То есть, они все съедают. Не в плане еды, а в плане вообще... В духовном. Да, они верят гороскопам, они верят... В фуншу и новое. Да все, что угодно, да. То есть, люди абсолютно никакой чистоты не соблюдают духовную. И все готовы принимать, все, что появится, колдасу, да, и это, и это, и это. Сейчас былины с топками есть будут, и так далее. То есть, вот это все. Язычество. Похотем, похотем плоть, смотрите. И мужеловство уже там было, и скотоложство, и помыслы. То есть, уже даже разврат доходил до этого. Теперь пьянство. Пьянство. То есть, это воля языческая. Пить. То есть, некоторые думают, что пить это... В Библии кто-то мне иногда говорит, ну, ведь написано, а Господь сказал, пей, и там, немного вина. Я говорю, ну, ладно понимать, кому это сказано, кем это сказано, какие обстоятельства, о ком вине идет речь. А у вас все вот, лишь бы оправдать себя. Итлишество в пище. То есть, люди много кушали, объедались, обжирались. И питье, ну, все вместе. И невепалу идолуслужению. То есть, помимо этого, они еще поклонялись каких-то идолах, ходили в храмы Артемии, там, зеркну поклонялись, жертвы приносили, и так далее. Вот и далее 4 сей. Почему они удивляться, что вы не участвуете с ними? А раз они удивлялись, ну, как удивлялись? Они говорят, пойдем с нами, вот, праздник отметим, там, напьемся. Мы христиане, мы говорим, нет. То есть, у них воля языческая, собраться. Они язычники. И Петр говорит, вы поступали раньше так же. То есть, и мы раньше могли с ними собраться. Вот, праздник. Спиртное и множество пищи. И все, посмотрите, как удивляются. Они удивляются, они говорят, а что, это редкость, что ли? Да, это постоянство. Дни рождения, свадьбы. Ну, любой повод, любой. Лишь бы что-то найти. Лишь бы, наверное, скрыть побольше стол и вино. И думают, что это хорошее, ну, такие, празднования и так далее. Это воля язычества. Это воля язычества. То есть, собраться вот так. И вот они говорят, идемте и вы. То есть, вы раньше были с нами. Сейчас нет, да? Идемте с нами. А раз не идете, то сразу нас обзывают как? Ах, вы секанты, ах, вы фанатики. И так далее. Вот поэтому Петр говорит, они удивляются, что вы не участвуете с ними в этом же распутстве. И начинают вас дофлорить. То есть, они говорят, что это вы с тамилили? У нас вот есть воля языческая. То есть, они, конечно, так не скажут. Но в Библии написано, что это вот такая воля языческая. То есть, по сути своей выполняют дело дьявола, да? И раз вы не участвуете в этом же распутстве, то начинают вас злословить. Но здесь далее пятый стих. Они дадут ответ, имеющий вскоре судей живых и мертвых. Вот тут очень важно понять, что когда они нас зовут, мы отказываемся, они нас благословят, вроде бы ничего не происходит. Гнев Божий собирается на них. Понимаете? Гнев Божий собирается на них, и за это они потом дают на суде ответ. Некоторые люди думают, что они предстанут на суд, и их судить не за что. Ну, делали как все. Жили как все, не выделялись, да? А теперь, понимаете, что происходит? Вы выделялись, потому что мы этого не делали. Вот в чем суть-то. Вы думали, что вы большинство, а оказалось, мы большинство. А почему мы большинство? Потому что за нами победа. За нами победа. Люди думали, что они большинство, что как они решат, так и должно быть. Но все решают не люди, а Творец. И его дети. Поэтому вот это серьезное осуждение будет, и люди это поймут. Ибо для того и мертвым было благовестным. Кому мертвым? Духовно мертвым. Они, вот хоть и духовно мертвые, да? Но всеми, мы же говорили о Христе. Для чего им и благовестным было? Чтобы они, подвесшись суду уже, то есть вот когда они уйдут с земли по человеческой плоти, жили по Богу Духу. То есть, если они примут решение, да? И родятся свыше, то уже родятся не по плоти свыше, да? А духовно родятся. Вот почему мы, вроде бы, какой смысл тогда язычникам всем проповедовать? Потому что есть Дух Святой. И если Дух Святой оживит, как Он нас оживил, они будут жить. Впрочем, близок всему конец. Вообще, когда Петр говорит о конце всего, ведь это написано 64-й год, то есть уже прошло практически 2000 лет, люди же могут нас обвинить, сказать, что это обмагулирует? Почему вы обманываетесь, что всему конец уже? Что скоро Господь придет. Вот видите, как Господь замедлил? Вот это и есть милость. Вот это и есть милость. И настоящие христиане всегда верят в Слово Божие, что Господь близок. И мы, если будем вам говорить о том, что Господь идет, это абсолютная правда. Даже если Он не придет при нас, мы будем всем оправдывать. Мы будем всем оправдывать. Но по сути своей, все, кто любители, вот сейчас нас смотрят и слушают, может быть, неверующие, вот вам неверующие, проверьте. Проверьте вот себя. Или нас, проверьте. Если в этом году Израиль начнет войну, и вы услышите об этом и увидите, это все передающееся, да, по телекаламу, поймите, что вот то, что там начнется, оно уже постучалось в ваши двери. Вот если там начнется война, нынче, в ближайшее время, в этом году, то это уже постучалось к вам. То эта война уже постучалась к вам. Знаете почему? Потому что то, что предначертано, оно должно исполниться. Евреи должны победить. И не держат эту победу. Но насколько вы это поймете, насколько вы осознаете, что это избранный Божий народ, и все, что связано с избранным Божьим народом, напрямую связано с Божьей землей, с Божьим Иерусалимом, и с будущим. И если вы сегодня не смотрите, как бы, на эти все события, думая, что они обходят вас стороной, вы глубоко ошибаетесь. Эти события, как я уже сказал, постучат уже в вашу дверь. Пока не началась там война, спите пока спокойно. Пока спокойно спите. Но если война уже начнется в Израиле, вам надо будет задумываться. А тем, кто хочет присоединиться к нам, не умереть, мы обязательно будем вам рассказывать, что нужно делать. Что нужно делать, чтобы не погибнуть, чтобы не пострадать, чтобы встретить Христа, пережить все эти события. Пережить все эти события и к ним подготовиться. Если же вы думаете, что эта информация придет откуда-то из другого источника, то тогда из какого источника придет эта информация? Власти, что я вам скажу, и ничего сами не знаете. Ученые, они тем более ничего не понимают. Религиозники, они не могут читать Библию. Она закрыта для них, Дух Святой нужен. Только Духом Святым люди крещеные могут понять, что тут написано. Ибо Слово Божие написано Духом Святым. То есть, Дух Святой входил в людей, и люди писали. Так написано в Питре. И они писали это все. И вот теперь, в ком есть этот Дух Святой, они понимают, что здесь написано. А другие нет. Тогда, если кто крещен Духом Святым, а мы крещены Духом Святым, причем, если кто-то скажет, вы слишком на себя много берете, да немного мы берем. Это правда. Я молился с такими мужами Божьими, которые давно уже на небесах. Ну, не давно, но уже на небесах многие. И все уже проверено, и все уже испытано, и все подтверждено. Поэтому, если уж не мы крещены Духом Святым и молимся на них языках, то вообще кто тогда? Если кто может тогда претендовать на это? Так что, вот в этом отношении, кроме чем мы, вам никто никогда не скажет то, что открывается Духом Святым. Не нашей мудростью, а именно Духом Святым. Поэтому, впрочем, близок к всему конец, пишет Петр, я присоединяюсь. Я присоединяюсь к этим словам. И мне очень обидно, что иногда, иногда люди не задумываются. Даже если конец не всему придет, а лично вам, вы хотя бы об этом тоже задумаетесь. Все приходится задумываться. Итак, кто это понимает, будьте благоразумны и бодрствуйте. В чем? В чем еще бодрствуйте? А что еще делать-то нам сейчас? Как к этому можно подготовиться, если не молитва? А что такое молитва? Общение с Богом. Бо все равно все скажет. Вот. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Вообще, люди верующие, любите друг друга. Вот сейчас в начале, до домашнего этого собрания, пытались разобрать некоторые вопросы. Вы понимаете, вот эти все вопросы, они по сути верующие до сих пор разделяют. Согласитесь со мной. Эти недолюбливают этих, эти недолюбливают тех и так далее. Ну, из-за чего недолюбливают? Ведь недолюбливают не из-за того, что они молятся по-другому, или любят Христа по-другому, или читают Библию по-другому, или еще как. Все вопросы-то связаны, по сути, с плотью. Согласитесь. Они связаны с плотью, с плотскими делами. И зачем это всем надо? Христиане должны увидеть самое главное, что когда вот придет Господь, а Он будет уже рядом, будет наноситься начертание. И тот человек, которого, кажется, он недостоин будет неба, и всегда так говорили, что он не будет на небе, он не примет начертание. А тот человек, который кричал больше всех, он начертание примет. Который говорил там, я прав во всем. А он примет начертание. Вы понимаете, вот даже по сути своей, по сути своей, вот даже задуматься, вот сегодня, если вы христиане, если вы христиане, ходите в собрание, ходите в собрание. Вспомните, пожалуйста, когда вам пастор говорил о начертаниях. О конце. Когда у вас пастор говорил, что Господь вас просит за все это. Вот вы вспомните об этом. И многие из вас скажут, никто мне никогда не говорит. Ну, и Кирилл Габрион тоже представил с очень боль. Ты же мне что-то по сути в конце. Тебе даже не говорили. Уже все равно выяснено. Это не просто бодрство. Вот. Понимаете, вот в чем беда. То есть, по сути своей, то, что написано в Писании, для кого тогда, если не для христиан? Этому. Но надо победить это любовь. Ибо они уже, конфликты эти давно идут. Одни говорят одно, другие говорят другое, третье и другое. А как миру смотреть на нас? Вот сейчас смотрят на нас мирские люди, да? Они скажут, они должны точно знать, они верующие. Они точно должны все знать. Мы должны им сейчас число сказать. Да, тут число, чтобы они купили себе тушенку. Чтобы они себе купили тушенку, чтобы они купили себе консервы, злопастись и так далее. Не консервы, не тушенки. Извините. Да, алло. Алло. Да, да. Да. Да, да, да. Хорошо, хорошо. У меня дома нет, супруга дома. Звоните, звоните, подъезжайте. Это талановские дома ниже рынка. Да, по красноармейски. Вот там талан написано на доме. Светится вывеска. Вот в этом прямо доме. Средний подъезд. Ага. Все, я позвоню, чтобы ждал. Да, да, по домам. Второй подъезд. Ну, средний. Спасибо. Извините, просто заказ был. И надо... Ой... Не вовремя. Не вовремя. Так. Через 15 минуты не подъеду. Вот, извините. Еще раз. Просто раньше сдал звонка. Вот видите, пробки в городе. Вот, люди все равно должны, верующие, иметь любовь. Мы должны все равно всех вмещать. Иначе, ну, понимаете, они уже готовы конфликтовать. Они уже готовы, там, не говори мне про это, не говори мне про то и так далее. Мы же должны всех вмещать. Ну, нельзя уж верующим между собой. Поэтому, я говорю, даже если мы начали, вот, там, начали, задать все вопросы, там, и так далее. Они готовы к этим вопросам. Они готовы к этим конфликтам. Они готовы стоять на своем. И так далее, и тому подобное. Ну, давайте мы будем любить их не потому носит она сережки или не носит она сережки. Давайте мы будем любить, потому что она достойна неба. Что она должна быть на небе. Что мы с ней будем на небесах. Или с ней на небесах то есть мы должны вот к этому подойти и соответственно написано что вот такая любовь друг к другу она покроет множество грехов то есть если даже в чем-то мы не правы или они не правы мы в любви найдем это прощение у бога даже если мы в чем-то не правы но верующие никогда не должны идти против других верующих почему потому что и так мир против нас поймите и так мир против нас и так они языческие вот эти обряды совершают мы же не участвуем в этих языческих обрядов они не участвуют мы не участвуем мы отделены от язычества там язычники там иудеи там мусульмане и мы понимаете мы же все разделены уже но нам с кем тогда общаться с язычниками что ли мусульманами что ли или с иудеями нам же надо общаться с христианами поэтому петр и говорит что иметь усердную любовь то есть усердие проявите друг к другу потому что любовь покрывает множество грехов будьте странно любви друг другу без дропы уже начинаются впереди гонения из рима побегут христиан через буквально год-два начнутся гонения когда пишут пророчества пророчества по сути своей впрочем близок всему конец и еще и будут гонения не про нейроне при нейроне будут гонения не побегут из рима и петр уже говорит придется вам принимать своих домах то что не будут бежать вот что с собой взял иначе убивают значит убивать и просто будут и будут стучаться в ваш дом и говорить мы христиане пустите нас к себе петру будьте странно любви друг к другу без ропота то есть не общите принимайте принимайте то сидите уже у апостола петр он изначально в церкви говорить он изначально церкви говорить чтобы вот это все было служить и друг другу каждый тем даром который получил и как добрый домостроитель и много различные благодати то есть у каждого из нас есть дары и далее он продолжает говорить никто говорит слова позже служит ли кто служит по силе которые буду дабы всем прославлялся бог то есть у каждого что-то дал бог то домостроительство идет духовное, понимаете, они никогда здание не строили, они здание не строили, вот я не знаю, у всех почему-то такая мания пошла, что христиане строили здание, они здание не строили, у них было другое домостроительство, зачем их строить, если они ждали Христа от совняла, это вообще глупость, да? Они ждут Христа и строят, и говорят, ну чего их ждать-то, они не были такие, Они ждали Христа. У них домостроительство было совершенно другое. Они служили друг другу. Вот здесь друг другу, каждый своим даром. Дар, вот здесь в оригинале, слово харизма. Вот почему есть сегодня собрание евангельское, которое называют иногда как харизматы. Они иногда обижаются. Харизматов, и так далее. В некоторых даже евангельских церквях название харизматы, это как у гальцев, вот у них харизматы и так далее. Такие сякие. Так вот смотрите, харизма, это в принципе слово-то очень хорошее. И то, что, допустим, церкви называются харизматическими, это значит, в церквях больше делается внимание, ударение, так сказать, главное, на дары. На проявление, на проявление даров. Сковорение на иных языках, исцеление, чудеса, пророся. Ну, в общем, все вот такое. Яркое, действенное и так далее. Ну, в своем таком стремлении, может быть, из-за чего проявилась, знаете, такая позиция, потому что, к сожалению, к сожалению, получилось так, что страна-то не была готова к этому. Не была готова. То есть, людей-то не научили, людей не научили, не дали в первую очередь кроты, смирение, не дали им терпение, не дали им смиренно-мудрее. А сразу давай, все делай. И в итоге многие стали все делать, не понимая, что уже они не сами делают, а иногда их используют нечистые духи, которые стали подделываться, как подделка под дары духовные. Вот. И раз у нас не было в стране апостолов, ну, были гонения, вы знаете, в нашей стране были гонения, и многие братья, которые несли так служение апостолов, были убиты, а кто-то эмигрировал. Кто-то эмигрировал, ну, то есть старшие братья, будем так говорить, духовно, кто-то уже в опыте духовном, они эмигрировали и были убиты в застенках здесь, в лагерях и так далее. Вот. И раз этого не было, то есть, ну, пустота была вот такая, то это место заняли вот как раз кто понаглее, кто по ухватисте и так далее и тому подобное. Вот почему мне сегодня приходит информация там, там женщина-пастор, там женщина-пастор, там женщина-пастор, если говорят, ну, хорошо, все прекрасно, да-ка, братья-то, куда вы дели-то, братья-то? Вот в этом-то весь и ответ. Вот в этом весь и ответ как раз вот на то, что я и говорю, что в свое время уехали, и были посажены, убиты, и в итоге вот церковь не восполнилась старшими братьями, в итоге получился такой вот хаос, такое безобразие, что даже женщины, а это мы читаем духи Изавели, знаем это все, они захватили якобы вот, что они стали в голове церкви. Конечно же это недопустимо и понятно Богу это неприемлемо и так никогда не должно быть и это вопрос очень жесткий, он должен быть авторитетно все-таки решен. Но, к сожалению, никто сегодня не берет на себя эту ответственность, не пытается решать эти проблемы и пытаются от них и избежать, то есть, дескать, сбежим от этой проблемы, проблема сама собой разрешится. Но, как видим, проблемы не разрешаются и по-прежнему происходит безобразие, вот такие. Но будем надеяться, что в дальнейшем при увеличении количества верующих эта вся проблема будет исчезать. Когда будут церкви расти, когда будет множество людей и уже есть сегодня и духовно зрелые братья, я думаю, что им пора уже стать во главе больших церквей, больших собраний. Я думаю, это вполне реально. Хорошо. Возлюбленные, огненное искушение для испытания вам послава не чудайтесь. То есть, по сути своей, у человека есть несколько крещений. Какие крещения? Первое? Окаяние. Окаяние. Второе? Водное. Водное. Потом? Крещение Духом и Святым. И? Огнем. Есть пятое еще крещение. Крещение страданиями. Но это крещение за нас прошел Иисус. И мы уже не проходим. Поэтому в нашей жизни осталось вот четыре крещения. Потому что иногда говорят, вот он, все спрашивают, почему он ходил в церковь и перестал ходить в церковь? Так вот, вам и ответ. Последнее крещение он не прошел. Он не прошел в последнем крещении. Все, нет? Да. То есть, крещение огнем, это крещение, когда, по сути, все сгорает, да? Когда все сгорает, когда ты только надеешься на Бога, и на людей, пристаешь надеяться на людей. Но когда ты это поймешь, тогда ты прошел в иное крещение. Пока человек зависим от людей, он еще не прошел в иное крещение. Как только он не зависим от людей, только зависим от Бога, он прошел в иное крещение. И уже после этого, я всегда спокойно за такого человека, он уже никогда не оставит Бога. Почему? Потому что, когда у него и так все сгорело. Ну, то есть, самый яркий пример, наверное, это книга Иова. Книга Иова, когда Иов теряет все. Иов теряет все. И не только материальное, но и физическое здоровье. И более того, он теряет, по сути, и друзей, и жену. Которые говорят, прокляни Бога и умри. Они, по сути своей, готовы были с Ним расстаться. То есть, и жена, и друзья, которые, так сказать, по сути, предали. По сути, предали были. То есть, он остался один. Он остался один. Но это казалось, что он остался один. Если так внешне. Но с Ним был Бог. И пройдя это все, он остался верен Богу до конца. Он говорил, я от Бога принимаю все. И ему говорят, ну, Бог твой, ведь тебя же так, вот, в такое состояние допустил. Он говорит, а что я должен принимать от Бога только хорошее? Я и плохое вам усилие нет от Бога. То есть, и он остался верен Богу до конца. И после этого испытания, Бог все ему восстановил. Семью, мышц, и здоровье, конечно. Поэтому, если это мы внимательно читаем, мы видим это пример. То есть, Ветхий Заведовер дает нам такой пример. Но, по сути, свое огненное испытание нельзя отказываться. Почему? Потому что, пройдя через это, вы поймете, насколько вы тверды. То есть, есть такой образ, что мы как глина в руках коршечники. Но, вы знаете, что когда глиняный сосуд или чашку, или что-то сделано из глины, ее использовать нельзя. Пусть даже красиво сделано и все. Использовать нельзя, пока не пройдет печку. Поэтому, когда вот попадает это в печь, то, по сути своей, все пребудет в действии. И когда спрашивают, какое оно испытание, когда придет, или еще что-то. Когда надо, когда придешь, ждать его бесполезно. И заготовиться к этому. Это как испытание от Бога. То есть, Бог желает вас проверить. Не люди вас проверяют, Бог проверяет. Когда он решит, когда он поймет, что он может вас проверить и испытает. Вот почему мы сегодня видим, что многие люди, которые хотели быть с Богом, или даже были, может быть, в собрании, или еще что-то, потом уходили. В причине вот этих испытаний. Что испытаны были и, так сказать, раскололось. Все раскололось. И все вино не может быть возложено Богом. Приходит человек, и говорят, вы больны. У вас какая-то болезнь. Я верующий и болен, и так далее. Да быть такого не может. Ну вот, кто-то, может быть, и не переносит испытание. Надо все переносить. Все переносить. И когда вы пройдете испытание, ой, как хорошо. Вообще, знаете, какого-то, почему? Потому что ты же знаешь, что ты уже с Богом. И что хоть придет сто тысяч человек, и мне скажут, что ты не с Богом. Тебе все равно. Ты Бог. Ты это знаешь. А на деле, конечно, испытания, может быть, пройти нелегко. Это мне рассказывал брат Хармин про свои огненные испытания. Вот тут было испытание, так было испытание. Представляете, вот человек, которому Бог вручил, мы с ним очень были дружны долгое время, вот, ему Бог вручил свое время, ну, так сказать, служение, он собирал по 200 тысяч молодых людей, девушек в Америке на молодежное собрание. Представляете, 200 тысяч. Не 20 человек, а 200 тысяч. Но прежде чем к этому прийти, к этому прийти, Бог его провел через очень серьезное такое испытание. Я у него сидел, я говорю, как тут? Что такое? Ну, вот он рассказал. Он ходил в собрание, все, в Иван, в Центр. И, значит, ну, одно из служений, там, в церкви было, в тюрьму ходили. И он тоже пошел в тюрьму, значит, все. И, значит, там, стал с одним беседовать. Тот, ой, верую, ой, каюсь, все. Как хорошо, что вы пришли. Спасибо вам, не выбыли, я бы и погиб. И так далее. Ну, я бы, конечно, хорошо, человеку веровал. Все, значит. И, значит, там, как бы, условно-досрочное освобождение. Ну, у нас тоже есть. И тоже в Америке там есть. Но, чтобы получить это условно-досрочно, нужно, чтобы хрытать какое-то было. Потому что он изменился. Что-то за него хрытает. И, значит, он, бархарин, скажет, я пришел в управление этой тюрьмы. И, значит, скажет, вот он изменился, он, значит, раскаивается, он за христианин. Все, давайте его выпускайте. И ему говорят, ну, вы берете на себя ответственность. То есть вы ответите, в случае чего. Он говорит, да, все. Я говорю, полностью отвечаю. И, значит, человека выпустили, все. Из тюрьмы. Бархарин его ждет в собрании. Нет и нет собраний. Нет, нет. Он только из тюрьмы вышел, напился и кого-то убил. Тут же, в этот же день, в этот же день, в этот же день, кого-то убил вообще. И вот руководство, значит, тюрьмы. Они, значит, в церковь звонят. Это что вы натворили, кто вам позволил. Вы тут заступились. Он убийца, еще убит человек. Чтоб мы этого не видели, даже вашего проповедника больше. Чтоб даже он не подходил больше к колонии. Запретим его навсегда. Но это еще и только начало было. И вот церковь он обсудил на собрании и исключил из церкви. Его исключили из церкви. Его исключили, отлучили от церкви. Что значит, что не имеют права к ней больше приходить к собранию. Ну и это еще не все. У него еще и фирма погорела. Распалась фирма. Была коммерческая фирма. Чтоб он там тоже делал. Еще и фирма погорела. И вообще ничего не стоит. Вот, говорит, я сижу один. Да. Какой дой? И он. И он, да. Я, говорит, сижу, и у меня ничего. Ни церкви, ни служения, ни денег. Ничего нет. Ну, первое, что всегда, может быть, по плоти бы человек сказал. Ну, что такое, что за вера, не туда попал, да? Он говорит, нет. Я всегда, говорит, пришел ко Христу, и отбивился к Христу. И он действительно, высказав это, утвердившись в этом, вот Бог его восстановил, он нашел другое собрание, и в этом собрании его приняли. Бог дал ему откровение, он придумал, специальную строительную технику, запатентовал ее, и ему дали кредит, он даже стал директором завода, то есть по производству строительной техники. Вот, то есть, бизнесменом богатым. Плюс, вот, Бог ему дал еще и служение, через некоторое время, вот, он собирал в Америке молодежь, там, 200 тысяч на молодежном собрании. Был таким авторитетным служителем, что прослал приглашение по церквям, что молодежь собирается в таком-то месте, ну, мы, говорит, место брали обычно летом на берегу и Киеве, еще что-то, что-то собираемся там, по латкостям и так далее, все пребывали, настолько уже авторитет был, известно, что в себя церкви направляли, он говорит, я сам-то, говорит, я не мог сильно проповедовать, я, говорит, нанимал, ну, не нанимал, приглашал братьев, там, известных проповедников, которые проводили ягодство. Вот почему? Вот, понимаете, вот, насколько бывают вот такие испытания, и насколько, может быть, вот это все должно пройти и так далее. То, что некоторые люди думают, это не должно быть, ну, написано, не надо отказываться, пусть оно будет, пусть оно будет, пусть будет возможность указывать человека быть у верующего, испытанного. Вот. Но, как вы участвуете в Христосово страданиях, радуйтесь, да и явление славы, возрадуйтесь и восторжествуйте. То есть, любые испытания, если Господь допускает, то рядом и всегда вот эти наши страдания, испытания, сравниваются со Христом. Если Христос после страдания вас сел в Десну, да, занял место на небе, то и мы должны радоваться в страданиях. Почему? Потому что когда-то мы восторжествуем, то есть, тоже получим наград на небесах. Если же, если злословят вас за имя Христова, то вы блажен. То есть, счастье приходит тогда, когда вас злословят. Но, злословят за то, что вы Христовы, а не за то, что вы что-то сделали плохое. И дальше вот Петр приведет пример, что убийца, вор, владеет или посягающая на чужое. То есть, не за это злословят. Вот. За то, что вы Христовы, вы блаженные, вы счастливы, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, нами прославляется. То есть, ругают-то они Христа. Не на сколько ругаются. Ругают Христа у вас. А вам и он прославляется, потому что вы стойтесь верны, не боитесь и так далее. И если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. То есть, вот это звание христианин, оно, по сути своей, сегодня должно тоже быть авторитетным. Но, к сожалению, к сожалению, у нас сегодня звание этот христианин как-то утенило, да? Потому что к нему стали как-то все приписки какие-то пошли. Вы заметили, да? Евангельские... Христиане веры? Евангельские. Православные? Христиане, да? То есть, не само слово стало христианин, да? А какое-то стало увеличенное, да? В названии. То есть, уже получилось не сами христиане, как церковь. Это вот обособленные конфессии, обособленные группы, которые говорят, что вот здесь собраны христиане, но христиане, которые... Вот, 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 и так далее. Вот я думаю, что впереди то время, впереди то время, когда мы все вместе будем... Почему? Потому что мы будем любить Христа. И уже станет вот это очень четко отделение от мира. Что христиане, они отделены от мира. Они принадлежат Христу. А сейчас, получается, смотрите, христиане якобы все разные, и мир смотрит на нас, и что они говорят нам? Они распилены от мира. Да. Вы сами между собой договориться не можете. Вы сами между собой одни говорят одно, другие говорят другое. И заметьте, все считают себя правыми. Все говорят, нет, мы правы. Вы говорите, нет, мы правы. А мы давно здесь забили эту Россию, то наша тут мы застолбили тут уже. Другие говорят, нет, не мы. И так далее. То есть, вот, это недопустимо. Мир сегодня смотрит на нас и говорит, кому верить? Кому верить? Они сами не знают, чего они хотят. Ну вот. Поэтому нам сегодня, если мы даже проповедуем Христа, мы должны проповедовать Христа. Не себя, не конфессию, не динаминацию, не какую-то группу верующих. Должны проповедовать Христа. Без компромисса, непредвзятое, не желать людей ничего, кроме одного, идти к покаянию. Мы не должны, чтобы люди, вот четко они услышав призыв к Господу, они не увидели в нас корысти. И говорят, а какая корысть, вот мы тоже зовем. Ну, вспомните, когда вы зовете, вы куда зовете-то? Вы сразу ассоциируете, что вы этих людей зовете в свои собрания, в свои дома молитвы, в свои храмы, в свои сооружения и так далее. Может быть, вы уже сразу, изначально определились в том, что вы хотите, чтобы они у вас были. А если они не хотят у вас быть, значит, они уже не со Христом, что ли? Ну, не нравится человек у нас. Ну, нравится в другом месте. Что он теперь, мы должны его привязать, что ли? Сидеть с нами, нельзя. Вот. Вопрос ведь в том, чтобы христиане были со Христом. А если он будет со Христом, не потеряется. Все равно да не подойдет. Все будем вместе. Тем более, не так уж много осталось. Вот. Ну, вот теперь смотрите, стих, который, в общем-то, очень известен. Почему? Потому что есть такая книга. Так называется. Людмила Плет. Время начаться суду из Дома Божьего. Да? Есть ли такая книга? Есть. Есть. Вот. А что за суд-то? Вот тогда люди скажут, а смотрите, вы тоже на суд идете? И мы идем на суд. Вот вас тоже там судят? И некоторые христиане говорят, ааа, на суд! Я на суд приду! Все в порядке, все в порядке. Мы с вами, мы с вами, христиане, должны понять, верующие люди должны понять, что для нас уже нет суда, по сути. то есть вот суд, как, понимаете, окончание всего. Но для нас это встреча со Христом. Лишь только, знаете, в чем проблема? Он судья. Для нас встреча с ним. Он судья. То есть вот он судья, и он идет на суд. Он идет судить, а мы с ним встречаемся. А мы с ним встречаемся. Он идет как судья и за церковью. Мы встречаемся с ним. А некоторые думают, что он идет судить нас. Нет. Он идет за нами. Он нас хочет забрать. Но идя на эту землю, он идет как судья. Для всех, кто остается. Для этой земли он как судья придет. Вот почему надо понимать, что когда Иисус приближается к этой земле, он идет как судья. И с кем он вначале встречается? В церкви. Понимаете? То есть время начаться суду. В церкви встречается. Конечно. В церкви. То есть прежде чем здесь на земле будет суд, церковь с этой земли забирается. То есть это первое действие. Все, что начинается касаемо суда, начинается церковь. То есть Иисус идет, он судья, церковь идет, поднимается ему навстречу, возносится, и он судит эту землю. Вот и все. Другого нет в описании. Если у кого-то что-то другое, показывайте. может быть у кого-то другие Библии, но другого Библии нет. Вот. И видите, сразу Петр говорит, и если же это начнется с нас, да, с нас, то какой конец тем, кто не покорился? Представляете? Вот какой конец? И если правильники из вас спасаются, то нечестивый гречник деялец. То есть очень важное понимание вот этой праведности жизни. То есть если праведен ты, то, конечно, ты держишься креста, и спасение будет обязательно. Итак, страждущие по воле-боле придут ему как венному создателю души свои, делая добро. Передадим ему свои души и будем делать добро. Вопросы? Вопросы? Все, собрать. Как и дворец. Вас там не пишут в чате это? А вот здесь, например, да, вот эти все тайны. А Лена у нас, Лена, ты с нами? Да, она просила помолиться, там, замолились, она все не хочет, Да, вчера она, это наша кожа. Вот такой вот вопрос, да, наверное. Ну, испытания же у нас проходят, если не удержившись испытания. Какие? Огненные, что ли, или вообще испытания? Ну, вот я, например, в последнее время очень переживаю за то, что мы не всегда бываем послушным Богом, вот это вот непослушание, да, ведь тогда Бог говорит, если ты делаешь, ты очень много неприятностей избегаешь. Бог говорит, ты это делаешь, и видишь результат, что это Бог смешался, а когда Бог говорит, и человек не делает, да, то вот это непослушание, оно приводит многим последствиям неправильным. И потом опять приходится снова простить у Бога прощение, и снова, и вот это вот непослушание, я очень что-то переживаю вот за это, потому что хочется, ведь Бог для нам приготовил лучшее, самое лучшее, и Он, то, что нам говорит, это для нашего блага, не для того, чтобы нам было плохо, а для блага. Но наша гордость человеческая, наше непослушание, оно приводит к тому, что мы, может быть, наши мужья бы давно уже покаялись, если бы мы в своих действиях были послушны Богу. Я как-то размышляю просто над этим. Понятно? Вот это послушание, я на себя просто говорила, на это. Я знаю, почему так к себе относитесь очень критично. В общем-то, может быть, оно и хорошо, но, поймите, ваши все переживания, они должны укладываться все-таки в главное ваше решение. Вы будете с этим. Погоди Богу. Я понимаю, но если вы с ним остаетесь, он все равно создав отследство, которое вас изменит. он все равно создав отследство, которое вас поменяет. И мы больше хочется, чтобы вы ему доверяли. То, что вы с ним, это уже достаточно. Это уже надо. А то, что вы будете делать, если вы будете делать, поняв воню Бога, вы будете это делать гораздо успешнее. успешнее, если вы чувствуете, что вы нужны. Вы чувствуете, что вы нужны людям, нужны стране, нужны близким. Вы говорите, нужны не спасаются. Вы чувствуете, что вы должны иметь понимание, насколько сегодня ваше служение перед Богом не нравится дьяволу. Правильно? Не захочется, чтобы мешать-то в чем-то. В чем-то мешать, ведь он все равно может быть по сути своей вашему влияет последний оплот дьявола. Надо так посмотреть. Последний оплот дьявола, чтобы помешать вам трудиться дьяволу. Как иначе. И как только вы начнете бороться не с мужьями, а с дьяволом, а как с ним бороться, покоряются воли божьи и претен стоят под ним. Но как только вы поймете, что это борьба не с вашими мужьями, с их пьянствами и безобразиями, а именно борьба с дьяволом, который использует ваши мужья, тогда вы поймете, что и они через некоторое время будут свободны. И как будут свободны. Дьявол будет свободны. И когда они свободят, сверху, чужая раньше не будет цель. Чужая раньше не была со Христом, пахнуть это хорошо. Сейчас они пахнут и принятие нет. У них эта держимость. У них эта держимость. То есть дьявол держит. А как их выбить из дьявола? Как их увезти от этого? Это уже ваша личная борьба сатаной. Но не обращайтесь, как говорят, сейчас я пойду сатаневской сатаной отпустили. Все не противные. не противные миров. Очень сильные. Но нужно быть постоянно в борьбе. То есть если мы больше предоставим себя Господу и поймем, что мы будем Ему доверять, тогда мы поймем, что в этой борьбе мы можем выиграть. Если просто себе какие-то личные победы искать, так мы не сможем не победить. Надо, чтобы была Божья защита. Все души. И шлем спасения навсегда помнить. И щит веры, чтобы угасить стрелы, рукавы. Дьявол уже еще и клеветчат нас постоянно оскорбляют. Вы думаете, нас не оскорбляют, что ли? Мы просто может быть сейчас даже порой это не слышим и не обращаем внимания. А все равно выходя в эфир и благовествуют другим людям, все равно одержимые люди за нас ругают, оскорбляют церкви. Мы же это должны все пережить. Вера, потому что оскорбляют нас как верующие. Если мы сегодня будем в ответ оскорблять духи и верующие. Очень трудно это перетерпеть. Но мне легко и я думаю и вам будет легко. Почему? Потому что время уже осталось много. Если события сейчас будут развиваться так, как предначеркана, я думаю, что многие люди будут задумываться. Многие люди говорили о том, что про катасиплизм всякие показывали. И почему-то вся наша наука кинопланетянам что это из-за них такие проблемы. Он мне говорит, ну на самом-то деле откуда Земля-то произошла? Откуда мы появились? Я говорю, ну вот ты возьми первый источник, это Библия, и почитай. Ну это Бог все сотворил. Ну вот почему-то больше кинопланетянам что цивилизация существует. А вот кстати насчет инопланетян выступал один еврей и в интернете был еврей и вот он говорил, что инопланетяне это он их связал с нечистыми духами. По сути своей я думаю, тех, которых видят абсолютно просто по подробнее нужно сказать. Падших ангелов. Да, да, он имел ввиду падших ангелов, да. Падших ангелов как бы не он был иудей, а стал христианином и Бог не от этого поколил. Потому что сами это инопланетные существа наши территории не достигают. Ученые ученые я все думаю знаете может даже открыть новую тему тему да под названием не веришь Библии посмотри сюда или как-то так. Потому что очень много сейчас информации в интернете но она пролетает зачастую человек она не доходит. пример вот информация ученые в прошлом году они открыли очень важные открытия касаемо космоса что наша вселенная она как сказал один ученый астроном сказал все сотворил Бог потому что они не могут иначе объяснить что значит наша галактика она закрыта как шторка то есть как шторка и вот они запустили этот телескоп он у них летит я немножко приблизился к этим шторкам и я там щелочек они заглянули они увидели такие миры они увидели такие планеты такие цвета у нас таких цветов нет на земле мы привыкли видеть цветы сочетания у нас по сути три цвета все соединяется все что мы видим причем вы знаете что человек даже не осознает что он по разному видит вообще с вами по разному видит это не значит по зрению зубочки нет просто дети видят ярче с возрастом сетчатка уменьшается и как кинескоп сгорает сетчатка сгорает и человек уже древнее все видит и вот они заглянули и говорят такие цвета здесь даже на земле такие и не понимают что то что мы говорим о вселенной это все неправильно то есть она огромна она огромна и они точно они говорят там точно кто-то есть потому что такие планеты там точно кто-то есть но они закрыты от нас такими как штопами как вроде все сделано богом чтобы никто туда не достиг и мы отсюда не вылетели то есть вот так вот все закрыто все закрыто и вот в этом отношении это ученые говорят от Уската опять мы придумываем всякое вот я думаю может быть иногда это все публиковать и обсуждать потому что а что они все на нас говорят что мы значит только одни говорим о боге и сами прочитают что ученые говорят это боги но все они говорят что ученые они больше верят потому что в этом году например вся теория которую раньше преподавалась в школе была разрушена правда у нас учебники переписывать не будут но теория эта разрушена уже официально теория была такая что все планеты крутятся по своей оси вокруг Солнца раньше была теория долго существовала что вокруг Земли все крутится потом была теория что крутится все вокруг Солнца вот и теперь только в прошлом году доказали что эта теория тоже не верна что есть планеты которые не кружатся вокруг Солнца а существуют сами по себе понимаете то есть нам все доказывали что вот есть одна половина крутится приборы там сооружали теория уже тоже в прошлом году была разрушена все и эта теперь теория уже не действительно так что то что люди пытаются сегодня доказать через то до картин но им легче как-то поверить что есть инопланетный разум за них да чем понять что реален Бог и реально все существует а так как-то ну когда есть Бог я верю в Бог как-то все себя представляешь что ты какой-то там что должен бояться нет на самом деле это правда кто верит в Бог это сильные люди пусть Бог благословит вас еще вопросы можно заканчивать я хотела спросить я читала Кэна Питерсона которую вы смотрели и он есть распечатка и там вот он пишет про масон даже про которых вы говорили которые приближают масон масонская ложа да она служит антихристу конечно ой антихристу да какой-то тоже на интернете не требует но как бы это совпадает за что ты говоришь они реально существуют и с ними никто не связывается представители у нас масонов это Чубайс здесь с ним никто не связывается и он по сути своей серьезно очень готовит приход антихриста то есть и ну сейчас далее сколько нам стало 8 миллиардов я уже не помню 6 или 8 миллиардов и он исчез у него никто ничего не говорит сейчас технологии создает то есть тишина сидел два года назад в кабинете Путина показывал смартфон и говорил через год магазин обонят смартфон Путин говорит да сколько будет стоить он говорит сделаем он дешево за 10 тысяч наводним весь рынок все ауууу где смартфоны понимаете он не для этого предназначен он получил деньги большую сумму 8 миллиардов долларов и куда он исчез с ними здесь такие деньги надо что то делать они купили он купил завод, который производит единственные пластиковые чипы. Пластиковые. Здесь все производят железное, он пластиковый. Единственный завод в мире. Они его купили. Зачем? И вот они сейчас исчезли, деньги получили, и что там сидят делают. А что они делают? Микрочипы они делают. Готовят они все. Именно массовый, да. Вот он тоже про них пишет. Как-то назначение. Сегодня они управляют и Америкой по сути своей. Почему? Потому что 70% власти в Сенате это евреи. Плюс все газеты у евреев, все телевидения у евреев Америки, они влияют тоже на все это. Кто там представить, я не знаю. В смысле основные не евреи могут быть? В основном это все-таки подчинение финансово-еврейское. Потому что евреи основные держатели капитала в мире. в мире. Понимаешь? Что такое деньги? Ну это бумажки, по сути своей. То есть вот любой здравый человек, вот любой здравый человек, он поймет, что деньги это бумага, которую кушать нельзя. Ну нельзя ее кушать. И куда ее использовать? Вот сейчас в один момент выйдет человек и скажет, все деньги недействительные. И что ты с ними будешь делать? Ну кушать, что ли? Или что надо? Поджигать их или что? Они недействительные. Вот кто-то выглядит сейчас, как? Недействительные. И сейчас как? А вот так это? Поэтому вот в этом отношении, конечно же, вот это великий обман. И каждая страна сейчас печатает, 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 печатает. Это вчера я хохотал, смотря новости наши. Показывают бедного пенсионера в Германии. Ему приходится подрабатывать, как наши пенсионеры работают в нашей стране. Никто не видит. Ага! Но зато бедного пенсионера в Германии, замученного Европой, показывают, как плохо живется в Европе. Да у него машина стоит. У меня квартира дешевле стоит. Сколько у него машина стоит. Замученный пенсионер. Замучите меня, пожалуйста, так. Что ж вы издеваетесь на нас? Неужели вы считаете, что вы все идиоты полнейшие? А вы знаете, я думаю, что действительно, раз вот это такая идет по телевидению за страну из-за идиота всех держат. По-моему, люди уже согласились, что они идиоты. И вам большинство все-таки принимает вот эту всю позицию, все, что им дают, они все это кушают. Эту глупость, всю эту ересь. И потом, когда мы им правду говорим, они говорят, не надо, мы уже покушали. Они ложь покушали. Потом там бедную женщину в Испании показали. Ой, бедная женщина или Виталия, она там не может жить просто. У ней квартира, я не знаю, там она пройти по ней не может, там полчаса ходит. Ну, замучена. Давайте нас уже замучите. Я тоже хочу мучиться. Жить, да, в такой квартире в Италии. Давайте мучите. Вы бы здесь посмотрели, как люди живут. Замучены. И они расскажут, мы идем, как мы живем в России, хорошо, что мы не замучены. А они эти замучены огромными квартирами, дорогущими машинами и так далее. Замучены все просто. Да они на продукт это не тратят деньги столько, сколько мы. И на вещи. Да, и на вещи. Никто не ограничивает себя. Поэтому не надо вот эти сказки-то рассказывать, что бедные люди там. И вот это все показывают, это просто-напросто великий обман, великий обман. Но он имеет свою цель. А они просто обманывают. Знаете? Ну, они-ка обманить сегодня все. Зачем они это делают? Как вы думаете? Какая мысль-то у них? Вот те, которые это все руководят сегодня, рулят. Там не один человек, а то некоторые говорят, а один человек, ничего подобного. Она-то группа. Это у кого вообще? В нашей стране. Вот у них какая цель-то? Зачем они обманывают? Ну, обманули они всем показать, что в Германии плохо живется, в Италии плохо живется, а у нас живется хорошо. Зачем они это показывают? Ведь это ложь. А чем она им нужна? Да потому что, согласно пророчеству, антихис, он приходит для всего мира. Им надо как-то проникнуть во главу всего мира. Им надо объединить всех. Лишить всех денег. Конечно. Естественно. Потому что у них одно желание, убрать наличные деньги. И они знают, что убрать наличные деньги любой нормальный человек, любой, никто смотрит первый канал по телевизору, а нормальный человек. Так вот нормальный человек, я не говорю, что ненормальный, если смотрят первый канал, но кого не зомбировали первым каналом, так вот, любой нормальный человек знает, что вот эту всю бумажную массу денежную можно убрать только двумя сегодня способами. первый способ война и второй способ безналичка микрочипы вот только двумя способами можно убрать всю эту денежную массу потому что некоторые скажут ну договорятся, а как они договорятся эти печатают, эти печатают эти печатают у нас даже умудрились вот у кого есть деньги в карманах поищите у себя тысячи рублевки вы посмотрите как стихушку стали менять все тысячнорублевые купюры, а вы задайте вопрос почему, да потому что в Дагестане 5 лет печатали 5 лет в Дагестане печатали вот эти поддельные тысячерублевки, которые сейчас тихонько все изымают тихонечно, шук-шук-шук чтобы не говорить никому иначе как объяснить целой стране что на протяжении 5 лет там сидели, извините, люди в горах печатали деньги кто им дал это право-то вот как вы объясните целой стране что вы им дали право печатать вот эти деньги и вы не смогли проконтролировать не смогли у них отобрать печатный станок не смогли их раскрыть и когда сейчас арестовали нынче вот не так давно запретили печатать ну 5 лет мы печатали поэтому вот в этом отношении конечно же вот эта вся ситуация она сегодня существует и люди не задумываются они посмотрели и говорят ой, ну все, везде плохо мы хорошо живем мы вообще хорошо живем поймите, вся проблема сегодня состоит в великом обмане ибо антихрист приходит на великом обмане он приходит на обмане давайте все объединимся уберем деньги все будет хорошо я еще сегодня новости местные посмотрел у нас вообще еще смешнее у нас тут кандидат депутаты от ЛДПР от Жириновского он сегодня здесь выступал я вообще хохотал просто уже просто реально смешно они в прямом эфире мы обязаны давать